Задержанный на российской границе украинский военнослужащий рассказал, почему принял решение бежать из страны. По словам Владислава Тесленко, украинскую армию его буквально заставили ступить под угрозой уголовного преследования. Варвара Невская разбиралась в этой истории. 21-летний Владислав Тесленко был задержан пограничным управлением ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям 9 октября этого года. Границу РФ юный военнослужащий Украины пересекал вполне осознанно. План побега в Россию из 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ неудавшийся контрактник планировал не один месяц. Для осуществления своей цели ему даже пришлось подкупить пограничников луганского пограничного отряда Украины. Впрочем, последние деньги брали охотно. Они мне предложили счастливый берет, чтобы перейти на нашу сторону, на Российскую Федерацию. Но с тем предлогом, чтобы заплатить деньги. Проплата прошла. На Лозной Александровке мне сказали место, время, чтобы я перешел границу. Оплата прошла. Я прошел без проблем. Коридор был. Он был открыт. Условия сдержали. Со слов сбежавшего бойца, являясь гражданином незалежной, он уже несколько лет вместе со своей матерью жил в России и учился в Белгородском государственном университете. В ССУ на должность водителя многоцелевого транспортера был отправлен насильственным путем. Весной, приехав на родину в Луганскую область Украины, для оформления военного билета получил угрозы и требования примкнуть к рядам жовно-блокитной армии. Меня с предлогом, что я должен служить, не отпускали. С кабинета дали бумажки, если сказали, что у меня было два выбора. Если я подпишу, то я как бы свободно отслужу своей и пойду домой. А если нет, то заводим уголовное дело. Со слов Владислава, путь от обычного парня с гражданки до профессионального украинского военного, служащего в зоне так называемого АТО, занимает меньше месяца. После присяги зеленых бойцов отправляют в специальный лагерь под Львовом к американски.